В системе ОСМС количество застрахованных составило 16 миллионов 200 тысяч человек или 83,2% от общего населения страны. Об этом стало известно на коллегии Минздрава в Астане. Кроме того, как призналась министр, первичная медико-санитарная помощь, это служба, которая призвана координировать всю медицинскую помощь населению, испытывает проблемы со слабым материально-техническим оснащением, износом зданий и недостаточным кадровым обеспечением. Как призналась министр в системе ОСМС, количество застрахованных составило более 16 миллионов человек или 83% от населения всей страны. Получается, около 2 миллионов казахстанцев не могут получить медпомощь по ОСМС. Чтобы попасть на прием к узкому специалисту, необходимо сначала получить направление у терапевта, запись которому порой нужно ждать месяцами. Это отнимает время, что для больного человека главный фактор. Он не может, превозмогая боль, сидеть в очередях. Но из-за разных счетов в этой сфере возникают дополнительные проблемы. На оказание первичной медико-санитарной помощи договор от ГУВМП, договор от ОСМС получается единого индикатора, чтобы проконтролировать, промониторить, сколько они оказали помощь, поставить им конкретный индикатор невозможно, так как очень много договоров, еще и администрирование им очень сложно, и самое главное, очень сложно для медицинских работников. Они сидят, только этим занимаются. Куда эту услугу отнести? ГУВМП или ОСМС? При этом платно пройти диагностические исследования и анализы можно без особых проблем в той же поликлинике, где, казалось бы, свободной записи нет. Люди жалуются, что их направляют на платное УЗИ, КТ, МРТ, анализ крови, хотя данные исследования входят в ОСМС. Минздрав отвечает, что это входит в пакет ОСМС и предоставляется застрахованным гражданам бесплатно, но при условии, что имеются соответствующие показания. То есть, если врач выдал направление, диагностику проведут бесплатно, а если нет, извольте платить. Теперь министр предлагает объединить счета ОСМС. А бюджетные средства с самим фондом будут отслеживаться и регулироваться отдельно, но с поликлиникой или с медицинской организацией будет заключаться один договор, где четко будут определены, вот вы будете оказывать вот этот объем ПМСП, и вы должны добиться, например, стопроцентного осмотра диспансерных больных, снижение младенческой смертности, такой-то там процент, выявление онкологических заболеваний, там такой-то процент. И это приведет к тому, что улучшится качество оказания медуслуг. Далее, качество медицинской помощи в аулах гораздо ниже, чем в городах, говорят эксперты. Сколько денег направят на сельское здравоохранение в Казахстане? В стране имеется дисбаланс в оказании медпомощи между сельским и городским населением, сказала Ажаргинер. Как призналась министр, медицинская помощь в селах до 50 человек осуществляется медицинской сестрой без помещений. Более чем в 200 казахстанских селах нет медицинских объектов, а половина из имеющихся пунктов первичной медико-санитарной помощи сильно изношена. По ее словам, на строительство медучреждений в аулах потратят около 200 миллиардов. А пока спецпомощь в Казахстане, судя по аналитике Минздрава, по большей мере оказывается в крупных городах. Проблем с медициной в казахстанской глубинке много. Не хватает поликлиник, фельдшерских пунктов и больниц, как и медкадров. На более чем 8 миллионов сельских жителей приходится всего лишь 13 тысяч специалистов. Ожан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42